Подрезково, улица Северная. В этом дворе расположена почта, детский сад и несколько многоквартирных домов. Асфальтовое покрытие этой территории нуждалось в ремонте. Сейчас ситуация изменилась. Обратились к администрации с вопросом о замене дорожного полотна. К счастью, к нашему великому счастью, администрация пошла к нам навстречу. Жители все очень довольны за счет того, что нам поменяли дорожное полотно. Чуть-чуть расширилась, можно сказать, парковочная места. Нам сделали разметку, чего не было ранее. Также нам привели тротуары в порядок, подходы к подъездам. Воездные администрации проходят еженедельно в разных районах городского округа. Этот формат пользуется безусловной популярностью у жителей. У Миланы Меркун собственный блог в социальных сетях. Девушка рассказывает о жизни Левобережного. Любит это место и желает, чтобы здесь было красиво, а еще комфортно. Ее просьба обновить спортивную площадку в парке Экоберег. Кроме того, Милана предложила инициативу награждать тех волонтеров, которые помогают бездомным животным. Профильные ведомства поддержали предложение. У меня взяли заявку, записали, взяли мой номер телефона. Для жителей удобно все в одном месте, сразу найти людей, которые с ЖКХ, с архитектуры, с благоустройства, спорткультуры. В этот раз выездная администрация состоялась в Левобережном. 60 жителей пришли в 16-ю гимназию, чтобы обратиться к профильным специалистам, заместителям главы и депутатам. Основные вопросы коснулись общественного транспорта и благоустройства территорий. Жители, опять-таки, на этих выездных администрациях могут решить именно точно те вопросы, наболевшие по дому, по благоустройству, по жилищно-коммунальному хозяйству, по здравоохранению. Им ответят лично, запишут их прием, с ним созвонятся и решат их проблемы. У Ларисы Виртанин свой вопрос, а точнее просьба. Во дворе ее дома растут пышные тополя, которые заслоняют солнечный свет. Хочет, чтобы ветки деревьев обрезали. Николай Николаевич так быстро отреагировал, дал распоряжение подрядчикам, которые выполняют эти работы, переслал мое заявление и было обещано в ближайшее время все это сделать. Не все вопросы решаются сразу. Какие-то требуют детального изучения. Так пенсионер Александр Вятлев обратился с просьбой установить остановочный павильон возле поликлиники. Профильные ведомства обещали выехать на место, изучить дорожную сеть и продумать вариант решения. Я считаю, это очень удобно. Очень удобно. И вот желающие, активные желающие, действительно могут обратиться. Это очень удобно. Все просьбы жители фиксируют. С начала этого года профильные службы приняли в работу уже более полутора тысяч обращений. Следующая встреча состоится 1 августа в Новых Химках. Юлиана Мазырина, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ.